И снова здравствуйте, дорогие телезрители. Сегодня у нас в гостях Тимур Дутаев, автор сборника Карачаева-Балкарских пословиц и поговорок о лошадях. Тимур, здравствуйте. 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 Тимур, у нас на самом деле к вам большое количество вопросов, но вначале давайте поговорим о том, почему вы, собственно говоря, решили заняться этой деятельностью. Что вас подвигло начать собирать пословицы и поговорки? Именно о лошадях я начал собирать из-за того, что сейчас это актуально для тех, кто занимается лошадьми. Возможно, и для других, кто даже лошадей не держит, там как минимум это будет полезно. Я так понимаю, увлекаться вообще, в принципе, сбором различного рода пословиц и поговорок вы начали вне зависимости от тем. То есть это просто были Карачаева-Балкарские пословицы? Я их не собирал, просто хотел прочесть для себя. Не думал, что это будет настолько интересно, честно говоря. Ну вот, говоря о времени, вы сказали, что достаточно поздно начали этим заниматься. По возрасту своему, да. Хотелось бы, чтобы раньше я понял, что надо этому уделять внимание. Ну, получилось, я так понимаю, уделить внимание этому непосредственно, заняться этой деятельностью только сейчас. Ну вот, давайте поговорим о именно том ключевом моменте, когда вот вы просто из интереса вот эта вот вся ваша деятельность выглянулась вот в создании вот этого сборника. Само количество, которое обнаружило этих пословиц, оно уже натолкнуло на идею создания, издания брошюры. Если бы их было меньше, то ограничилось бы, наверное, какие-нибудь пересылки в социальных сетях сделал бы, публикации, может там вот и все. А поскольку их набиралось больше и больше... Я так понимаю, 506 пословиц. 506 здесь, ну, правда, немного на скорую руку это было собрано. Некоторые я соединил просто как варианты. Но получается, что вы постоянно обновляете свой этот сборник, то есть вы планируете его переиздать еще? Да, переиздавать буду, но пока не обновляю, как выпустил первый раз, так и печатаем сейчас. Ну вот, давайте поговорим непосредственно о сборе всех этих, скажем так, пословиц и поговорок. Насколько сложно было собрать такой объем информации? И как вы это делали непосредственно? Около 10, опять же, это записал со слов людей, а остальное все из книг, из сборников пословиц, поговорок. И вот сложность может только в том, что их трудно достать. Они все небольшой тираж, у них около 500. Некоторые даже не нашел в печатном варианте, нашел в интернете, там друзья помогали. Рамазан Салпагаров, Исмаил Крымшалхалов, вот они много литературы тоже. Нашли мне ссылки и уже их читал, оттуда брал. Сложность вот в этом. Ну вот говоря о большом объеме литературы, сколько вот сборников, книг вы переглопатили, чтобы вот собрать поедино все эти пословицы и поговорки? Ровно 15 получилось. Это источники, я их указал. Источники это карачаевские, балкарские сборники. Наверняка много пословиц и поговорок, которые в принципе нигде не записаны, ни в каких книгах и так далее. И сейчас они только вот находятся в умах старейшин, скажем так. Вот насколько сложно вот находить именно такие пословицы и поговорки? Живая работа, если от человека к человеку, да, это будет сложнее. Но эту часть работы я проделал мало, это еще предстоит. И они же, я надеюсь, дадут объяснение, помогут с переводом на русский язык и с комментариями. То есть именно вот смысловая нагрузка, вложенная в эту пословицу. Ну вот говоря о ваших дальнейших планах, раз вы их затронули уже, что вы планируете делать дальше? Я так понимаю, вы планируете издать еще один более обширный, более объемный сборник с переводом на русский язык? Да, да, это уже будет и перевод, и там, где необходимо пословицы, там надо писать комментарии. И это, думаю, уже это будет не брошюра, а книга с расчетом примерно около двухсот страниц с фотографиями, которые я там хочу поместить лошади. Примерно так будет. А ну вот из всех тех, скажем так, пословиц и поговорок, которые вы собрали на данный момент, какая ваша самая любимая? На карачаевском это звучит «Атха мине бельген, аттан тушеда бельсин». То сумел, там или умудрился, или смог, или сел просто на коня, тот пусть умеет с него следить вовремя, имеется в виду. И там есть далее другие ее варианты «Атха мине бельген, аттан тушеда бельген, ахл суратинг». Вот такое. Там, как это можно перевести? Примерно. Сесть на коня – это твоя мечта, ахл муратинг, то есть заветная сокровенная мечта. А уметь слезть с него – это как образ для отражения твоего ума. Вот такое. Кажется, что знаешь оба языка – русский, карачаевский, но когда доходит до перевода, особенно если проза легче перевести, а поговорки, где какая-то еще иногда бывает полурифма, тогда сложнее. То есть предстоит, на самом деле, большая работа, потому что, чтобы перевести все поговорки на русский язык, это ведь действительно сложно, вот не только дословно перевести, но и чтобы вот смысл передавался через этот перевод. Вот как вы планируете построить эту работу? Возможно, у вас уже есть план действий. Я надеюсь, вот общение со знающими людьми – это поможет. Потому что трудно действительно понять, что хотел сказать человек лет 200 назад. Но тогда лошадьми все занимались, и они, думаю, они понимали друг друга. Сейчас просто сидя дома, это самому постараться перевести. Скорее всего, это будет ошибка. Поэтому я надеюсь на это живое общение, что от них получить, от знающих людей. Ну, я надеюсь, что у вас все получится, на самом деле. Ну, вот говоря о взаимодействии с лошадьми непосредственно, есть ли что-то, что лично вас связывает с этими животными? Сейчас у меня нет лошадей, и вообще не было никогда лошади своей именно. Но я рос с ними, то есть я вырос у дяди, и у него постоянно была и скотина, и лошадь, и все. То есть, с одной стороны, знакомая тема, с другой – именно своей лошади, или какого-то там, какого-участия в каких-то клубах, или посещения постоянных выставок, и все прочего, этого я этим не занимался. То есть, вот воспоминания детства именно подогревают тот интерес, который у вас возник в связи с актуальностью этой темы. Тимур, хотелось бы отметить, что в рамках нашей телепередачи у нас есть такая интересная достаточно трагедия. В конце нашего диалога каждый наш гость делает свои определенные пожелания нашим дорогим телесрителям. Что бы вы им хотели пожелать? Ну, связанная с этой брошюрой, я бы, я надеюсь, что она, как меня вдохновили некоторые моменты ее создать, может, и она тоже кого-то вдохновит на что-то хорошее. Спасибо вам большое за ваше пожелание, но я напоминаю, что сегодня у нас в костях был Тимур Доптаев, автор сборника «Карачаева-балкарских пословиц и поговорок о лошадях». Тимур, спасибо. Спасибо вам тоже. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok